Дело в том, что я, это тоже для меня болезненная тема, потому что я довольно долго этим опознанным занимался, пытался даже картину снять на эту тему, возобновить немножко тему, а где люди, работающие на заводах, а где люди, где люди, которые, ну, просто работают. Вот, эта тема, она важна, но для этого надо ей просто заниматься. И, в общем, а там уже надо все равно некое количество фильмов, из которых бы что-то, ну, тут количество переходит в качество. Но для этого нужен просто фон какой-то. А для этого нужен чего? Да нужен герой. Во-первых, они должны быть разные. Нет одного правильного человека, который бы пришел и все там сделал. Потому что такие, на самом деле, люди есть. Я время от времени с ними встречаюсь. Это порой люди, вот сейчас эти импортозамещения, когда пошел этот процесс реальный, сейчас очень много образовалось людей, у которых, может, небольшое производство, может быть, это не заводы, хотя и заводы есть такие, просто. Невероятные. Вот. Сейчас уже и почему-то об этом. Для начала, понимаете, надо начать процесс. Надо побольше в новостях об этом. Ведь, понимаете, у нас в новостях, ну, где зарезали, где убили, потому что, вроде, они говорят, а людям это интересно. Даже пытались же делать на телевидении хорошие новости, а они говорят, а их не смотрят. Но не надо хорошие все, но надо раз, вот, где это все-таки подавать происходит. Это, может быть, должны быть разные, не знаю, люди сейчас сыры стали. Такие варить, что вполне импортозамещение получается. Сейчас образовалось довольно много людей, которые заняты делом, и толковых, и толковых людей, непростых. Вот. Даже иностранцы среди них попадаются. Вот. Есть такие примеры. И надо какую-то обойну. Нужно какой-то запустить какой-то, нужен блок все равно. Одной картиной это не решишь. И должны быть неожиданные. Они, прежде всего, ни в коем случае не должны быть правильные люди. Это должны быть персонажи сложные. Так вот, вы сейчас правильно сказали про персонажи. Может, есть смысл внести, просто вообще ввести персонажа человека труда во весь контент, который сегодня производят? Есть у тебя популярный сериал «Универ», к примеру? Введите туда, пожалуйста, ПТУшника, да? Ну, понимаешь, у всяких этих сериалов есть продюсеры, есть люди, которые как бы знают, что смотрят, что не смотрят. И они, как правило, и решают, что вводится в контент, что не вводится. Вообще, если государственная задача, ну так-то волевым это не получится, вы знаете. Не получится волевым. Не получится волевым. В некотором смысле, сейчас, слава богу, процесс-то отживляется, ведь профтехобразование, ПТУ, что презрительно у нас называют ПТУ, но это работало и жил, да. Ну, вроде, вот надо, вроде что-то происходит. Но, еще раз говорю, поскольку у нас кино все-таки остается финансировать государством, вот, то нужна стала быть и государственная программа. Ведь что в советское время? Министр Ермаш, да? У него были фильмы на производственную тему. Он знал, что он может на этом не заработать, но это он выполнял государственную задачу. Одновременно у него Панфилов снимал, Тарковский снимал, он запускался, и Михалков выкончил. Понимаете? Вот. Поэтому, отчасти, это, вот, ну, можно попробовать это инициировать через конкурсную какую-то систему, понимаешь? Потому что, ну, пока это поле засохло. У меня была идея сценария, тоже не нашлись деньги в свое время, как молодой парень, да, она остроумно была придумана история, который живет в Москве, ну, достаточно, у которого в своей жизни есть еще и семья, вот. И вдруг ему сообщают, что вот умерла какая-то девушка, и вот она, у нее был, нашли его адрес, и он, и он едет в город своей юности, вот. И он думает, что там гроб, он ее не видел, ему пускай, надо вам, вот, больше никого нет, вы сопровождаете этот гроб. И он везет этот гроб туда, где они заводят, где он был завод. Это заводской город. Я же сам заводской парень, у меня же родители, я заводской, вообще-то говоря. Вот. И я, все это для меня живое. Я хотел про это осознавать, и как он приезжает, там завод такой полуумирающий. И у меня там действие заканчивалось мистически. Завод начинал работать сам. Вот когда это достигло уже пика. И в чем эта девушка оказалась не та, это покойница, та его живая оказалась, любовь его детства. Вот. Но там у меня мистическая была часть. Когда завод, которому надоело, это пассивность, да. И он начинал работать сам. Сценарий написан, сценарий есть, просто, ну, не удалось его запустить в дело. Вообще, для хороших дел часто не хватает сумасшедших людей. Для этого нужны люди, которые на этой теме. Вот. Вот тут надо просто капать, капля, как известно, камень точит. Потому что волевым путем это не решить. Вот да, прикажет завтра Путин, все, создать 50 фильмов на... А где, сына, а где написать? Это деньги на ветер. Абсолютно. Это будет невозможно. Можно играть по закону. А вот другой. Все равно природа берет свое. И вот, поскольку сейчас сам процесс по себе, он оживает. Вот. И для этого нужно, чтобы, ну, пара-тройка их молодых людей сказали, послушайте, а чего же мы не делаем это? Почему мы про это не снимаем? Скажем, мне бы попался какой-нибудь материал хороший, там, я бы даже, может, взял. Потому что это очень интересная тема. Дело в том, что мы потеряли уже... Мы две культуры потеряли. Мы потеряли культуру за это время. Потеряли. Не знаю, удастся ли это восстановить. Культуру деревни и культуру заводскую. Вот. А это культуры были. Со своими песнями. Это две были. А мы их просрали. Вообще мы... А это культуры. Это ничуть не менее ценно, чем тигры, птицы, красная книга. Даже, пожалуй, может и поболее. Это ж целая пласт. В чем я говорю, культурный. И песен, и образ жизни. Сейчас бабки есть. Завод чистый, не чистый. Иностранцы приехали, построили филля-лопеля. Очень хорошо. Сто человек нашли себе работу. Вот. Но, понимаешь, когда мы начинаем говорить, что государственное, я сам часто употребляю это, что это дело государственное, да, но не все удается инициировать. Какой бы остроумный ответ я ни давал, это сложно. И сложно как раз я знаю это, потому что я сам этим занимался. И я еще даже чуть более благоприятный. Я пытался, я говорю, вы что, братцы, завод, надо попытаться вернуть вот этот аромат, это что там люди, там люди, там люди. Для очень многих людей это тема, это жизнь, и до сих пор они живут как-то, они же занимаются. Вы же почему-то урожаи рекордные какие-то собираете. Вот где-то же кто-то это делает, все. Вот. Но, я боюсь, здесь такое глухое есть еще противодействие. Мы не всегда даже догадываемся о механизмах, которые работают. Вот у меня сейчас государственная тема, фантастическая, вот та, которой я сейчас занимаюсь, чрезвычайно важная, вот к столетию великой, октябрьской, социалистической. А денег нет, все. А что это тема? Тема, из чего выросло это все? Революция. Революция. Как это все? Цель? Ну, подожди. Цель. Это как бесы. Для меня вот это продолжение бесов, например. Вот цель бесов, чтобы показать механизм. А он поразительно похож на современный, он фантастически похож на современный. Ведь то, что у Федора Михайловича в бесах, это же тоже очень современно, потому что мы поражаем, что это же, господи, как же это просто и почему же это работает. Вот. А цель побеспокоить. Цель побеспокоить. Цель задать свой вопрос, неужели так будете попадаться вот на эту наживку? А как? Других путей-то нет. А как? Как еще? Словами давно все названо уже. И черной краской написано, и красной, какой угодно, и серой. А толку чуть. Еще одна беда, бедствие, которое случилось. Это мы, вот вся наша культура на самом деле покрылась, в этом я абсолютно убежден, я вижу это зримо даже, покрылась такой плесенью попсы. Наглой, беспардонной и, главное, пошлой. Сегодня нашу культуру разъела пошлость. Что такое пошлость? Вот Набоков много этим занимался, я для себя сформулировал. Пошлость – это воинствующее упрощение. Пошлость – это воинствующее упрощение. Ладно, они тихо сидели там, своими делами занимаясь, а они – нет. Вот, они говорят, мы здесь, мы, это вы, никто. Это вы, там, можете думать, какие вы хорошие, умные, вот, но это вы ничего не значите. А мы-то, мы властелину умов, нас узнают довольно, мы богаты, мы богаты. Это плесень, это плесень, вот это плесень. И она, к сожалению, покрыла все, все, все пространство культурное наше. Она уже покрыла, вот в чем фокус. Мы стали героями современности, которые не тонут. И оно, они как дерьмо не тонут. И они плывут, плывут, что бы ни случалось. Их абсолютно не волнует, что произойдет. Ведь, понимаете, в России может произойти все, что угодно. А им все равно абсолютно, потому что они нигде. А им все равно.